друзья всем привет с вами магазин горные вершины я как всегда андрей сегодня мы поговорим о трех интересных моделях лыж сегодня у нас сравнительный обзор какие же это модели первая модель называется и титан от компании head очень популярная лыжа вторая модель это соломон с force 80 яй только наверх ногами тут почему-то цель мне вот так вот до переворачивать будет некрасиво короче косяк и третья модель это как ни странно заказ gt от компании фишер хотя когда мы планировали снять это видео мы думали взять на обзор вот эту модель это rc1 82 gt от компании фишер это вы же не совсем походит по характеристикам несмотря на то что она позиционируется похоже она отличается она менее мощная у нее достаточно большой рокер да это классная лыжа но она достаточно сильно отличается от сравниваемых моделей итак начнем мы с того чем же все эти лыжи похожие что их объединяет прежде всего они относятся к классу карвинговых универсал это лыжи которые предназначены для катания по трассе по хорошей трассе по подготовленной они отлично карвет они достаточно жесткие но при этом у них стали увеличенной ширины присутствует рокер в той или иной степени на разных моделях также в конструкции всех этих трех моделей присутствует такая вещь как титанал что делает их достаточно жесткими в плане торсионки и позволяет хорошо держать лыжам на жестком склоне и на льду то же время широкая талия позволяет ехать по разбитому склону или там по присыпанному свежим снегом но также радиус у всех этих трех моделей похож у хэда у сломона 15 закар в gt имеет несколько больше радиус здесь 17 метров еще хочу сказать пару слов о креплениях которыми комплектуются эти три модели на них на всех установлены рельсовые крепления которые имеют максимальное усилие срабатывания больше десяти то есть это либо 13 либо 12 что в общем то говорит о том что это лыжи достаточно серьезного уровня экспертная и уже подойдет хорошо катающимся людям также хочу отметить что на фишере и на хэде стоят крепления которые делает компания тироля здесь интересный момент что они имеют так называемую диагональную пятку которая срабатывает не только вверх но еще и в бок что является дополнительным плюсом в безопасности ну а на лыжах сломон здесь собственно установлены крепления сломон но диагональной пятки здесь нет то есть самые мощные крепления с усилием срабатывания до 13 установлены красной модели фишер закар в дути в общих чертах и креплениях все и собственно переходим главному к лыжам и начнем мы вот с этой модели это хэд ей титан которым многим в общем-то знакомы прежде всего это самая широкая из всех трех моделей на сегодняшнем обзоре ширина талии здесь 84 миллиметра носок здесь 133 миллиметра и пятка 115 и стоит нам взять линейку как мы убедимся что на этой модели самый низкий кембер из всех трех он составляет 2 миллиметра но при таком кембере длина переднего рокера здесь составляет 20 сантиметров а высота 6 ну и на пятки здесь строго говоря не рокера будем так говорить подъем пятки длина составляет девять с половиной сантиметров и высота 1 все эти три модели на сегодняшнем обзоре достаточно жесткие лыжи однако наверное у титана будет самый мягкий носочек но при этом достаточно жесткая пятка ну и торсионки вы же тоже хороша за счет титанала про который вам уже говорил и кстати еще на вот этой модели есть очень интересная такая штука которая придумала компания хэд система преобразования негативных вибраций в позитивный называется она energy management circuit представляет из себя система виброгашения вы же уходы это все очень красиво обставлено но суть остается простой вы же меньше вибрирует далее у нас идет соломон который написан вверх ногами кембер на этой модели составляет три с половиной миллиметра передний рокер длиной 19 половиной сантиметров и подъем 4 и 8 сантиметров если вы присмотритесь то на этой лыжи вы тоже можете увидеть задний рокер собственно даже не рокер опять-таки подъем пятки который составляет шесть с половиной сантиметров и высоту 7 миллиметров по жесткости они очень близки с хэд титан пятка практически по ощущениям такая же может быть чуть жестче носок ну и наконец фишер за карф gt кембер на данной модели 3 миллиметра передний рокер на данной модели небольшой тоже присутствует и составляет длину 14 половиной сантиметров и 4 и 6 сантиметров подъем задний рокер ну или даже подъем пятки здесь нужно всматриваться искать потому что высота его составляет всего 7 миллиметров а длина 7 сантиметров ну и самым главным отличием карф gt от предыдущих моделей будет ее жесткость лыжи реально гораздо жестче и это прям ощущается а что ну и чего туда стакана надо вставлять это да это кстати лыжа легендарная как мы видим все эти три лыжи с одной стороны похожи с другой стороны отличаются для кого для каких же условий можно их рекомендовать конечно же все эти три модели себя отлично покажут на подготовленном склоне на трассе но хэд титан будет наиболее предпочтителен в условиях сильно разбитого склона и свежего снега несколько меньшей степени но очень близко к ней будет соломон поскольку они схожи по геометрии и схожи по шейпу и жесткости но соломон немножко более спокойная лыжа и для менее разбитого склона ну и самым заряженным и бодрым вариантом окажется карф gt потому что они самые жесткие при этом они не спасают на разбитом склоне но конечно она требует больше скорости больше скилла но и отдачи у нее больше и драйва конечно на них будет гораздо больше ну конечно же все как на моим ногами я все пробовал поэтому если у вас какие-то вопросы о моих впечатлениях об этих лыжах пишите в комментариях с удовольствием ответим но собственно на этом наверное все ну и конечно не забывайте подписываться наш канал ставить нам лайки с вами был магазин горные шины я андрей всем пока ну карф мне очень понравилось классная лыжа прям на них надо врубать единственное кстати недостаток у этих лыж то что на них нужно ехать по пустому длинному широкому склону где вот никого нет потому что на них надо разгоняться очень сильно а если там где-то расположены люди их просто ну реально можно замесить ее сорвать другие ну нереально практически мне показалось моим весом можно мочить спрямлять смело она очень круто контролируется на скорости и нету ощущения того что лыжа прям куда-то слетит очень стабильная лыжа при этом по всему едет как бы разбитый склон там как бы такой припорошенный классно сломан такое ну как бы ну как бы она неплохая то есть лыжи в общем-то вполне удобоваримо для как бы людей катающихся это такая больше для таких спокойных чуваков которые в общем катаются хорошо но не хотят прям упираться гонять и так далее вот это вот для таких людей хэды вот титаны но это получается нечто среднее между как бы фишером и сломоном но она пободрее да чем сломан вот она поуниверсальнее она лучше вы проезжает все вот эти вот бугры которые накатывают когда там припорошила снегом или под вечер за счет кросс рокера широкого носка нам них там сильно не упарывается вот при этом она как бы ну режет неплохо ребята это вот ну мое мнение то что ну на самом деле плохих то лишь не бывает